Ротоподъем! Тревога! 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 Подъем по тревоге, моментальный сбор, все отработано до мелочей. Военные демонстрируют слаженность действий. С оружием в руках и в полной экипировке, готовы к бою. То, что тревога учебная, поблажек не дает. Самарские связисты отчитываются перед командованием сухопутных войск России. Будут проверять готовность войск подразделений бригады на способность выполнять боевые задачи. Контрольная проверка войск за зимний период обучения проходит по всей стране. В ней участвуют около 400 воинских частей и соединений. В этом году Главное командование сухопутных войск России проверяет 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа. По тревоге подняты все подразделения управления армией. Основные действия разворачиваются здесь, рядом с Самарой. Военнослужащие 91-й бригады связи приведены в полную боевую готовность и отправляются на полигон, где и будут развернуты новейшие системы связи. Войска связи «Нерф Армии». Именно они обеспечивают оперативное управление командования боевыми подразделениями. Сегодня на вооружении у связистов самая современная техника и передовые разработки. Вся мощь цифровых технологий сосредоточена в мобильных комплексах «Редут». Сверхбыструю передачу информации они могут обеспечить в любых условиях. И в лютый мороз минус 50 градусов, и в жару до плюс 50. Его способности очень велики. Пропускная способность каналов до 160 мегабит в секунду. Информационные потоки передаются по четырем направлениям. Новый образец вооружения признан одним из лучших образцов на данном этапе. На этот раз связистам приходится работать практически по колено, в грязи и снегу, при этом в полной экипировке и с оружием. Но в суровом условии не привыкать. Нормативы укладываются. Сейчас идет завершающая стадия подготовки техники. И совсем скоро будет налажена связь. Вечение связистов проходит на радиусе около трех километров, где расположены небольшие группы. Их задача – обеспечить связь между воинскими подразделениями и штабами армии и округа. Причем работать она должна не только в нормальных условиях, но и в случае сильных искусственных помех. При этом разговоры военных будут полностью защищены от прослушки. Задача, конечно, не из простых. Тяжеленное оборудование военнослужащие монтируют буквально в считанные минуты. Кроме силы физической, современные военные вооружены и знаниями. Связисты, как системные администраторы, мало поднять мачту. Нужно еще и компьютером владеть мастерски. Оборудование позволяет передавать не только команды, но и видеоизображения. Она может поток давать, цифровые аналоги принимать и выдавать. В учениях задействовано около 200 единиц техники. Новые технологии позволяют устанавливать связь на тысячи километров, при этом обеспечивая абсолютную защищенность сигнала. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.